В администрации городского округа подвели итоги работы с обращениями граждан, поступившими в 2017 году. Чаще всего жители Люберец просили у местных властей решить те или иные вопросы, связанные с благоустройством территории, а также сферой ЖКХ. Как руководство округа справилось с поставленными задачами, смотрите в обзоре нашего корреспондента. В современном мире есть множество способов достучаться до власти. В век информационных технологий сделать это стало намного проще. Свои пожелания или замечания можно выразить привычным методом – явиться в администрацию, на личный прием к руководству округа или на встречу с главой. Наболевшие вопросы можно задать и в соцсетях, на официальных страницах чиновников, либо написать письмо на личную почту главы муниципального образования. Одной из важнейших форм работы с населением является личные приемы граждан. В 2017 году на личных приемах было принято 280 человек, в том числе 110 человек было принято главой округа. Прием граждан осуществляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи. Прямые теле или радиоэфиры – еще одна форма общения власти с населением. Жители имеют возможность задать интересующие вопросы и получить на них компетентные ответы из первых уст. В прошлом году на телеканале ЛРТ прошло четыре прямых эфира с Владимиром Ружицким. Мне подсказывают, что у нас есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Вопросы, на которые не были получены ответы в ходе прямого диалога или те, что не успели прозвучать в эфире, фиксировали и направляли специалистам. Срок рассмотрения обращений, поступивших во время прямых эфиров, составлял не более 10 дней со дня их регистрации. Основными вопросами, с которыми обращались жители во время прямых эфиров, были вопросы дорожного хозяйства, благоустройства, строительства, безопасности дорожного движения, торговли. На официальном сайте администрации городского округа создан раздел «Интернет-приемная». Здесь каждый желающий может обратиться с предложением, заявлением или жалобой. В прошлом году такой возможностью воспользовались почти 2000 человек. Как и в предыдущий период, в 2017 году у жителей городского округа была очень востребована электронная почта главы городского округа, на которую поступило 2020 обращений. Поступившие обращения в соответствии с поручением главы рассматривались в течение шести рабочих дней и находились на особом контроле. Всего в прошлом году от жителей Люберец поступило около 12 тысяч обращений. По словам экспертов, это на 21% больше, чем в 2016 году. Стоит отметить, что благодаря отзывам и пожеланиям неравнодушных людей в городском округе была проделана большая работа по благоустройству территории. Также был решен ряд вопросов в сфере дорожного хозяйства. Для того, чтобы узнать мнение жителей и учесть их пожелания, на портале Добродел периодически запускали тематические голосования.